Татьяна, поговорим о перекрестке. Как сейчас себя позиционирует перекресток? Есть ли какие-то изменения именно в позиционировании? Да, конечно, уже почти два года мы позиционируем себя как перекресток, это супермаркет полезных привычек. Это очень широкое понятие, это не только о еде, это вообще о лайфстайле, потому что мы все понимаем, особенно ковиды, все хотят быть более здоровыми, более осознанными. Мы как раз та точка не только покупок продуктов, но и осознанного потребления. Мы хотим быть вместе с нашими клиентами, вместе с нашими партнерами-поставщиками, где мы можем это делать совместно. Поэтому у нас есть отдельная программа по устойчивому развитию, куда входит ИЗОЖ-повестка. Мы хотим, чтобы наши покупатели питались более здоровыми, были более осознанными. Это эко, инициатива и социальная ответственность. Какими инструментами пользуетесь для того, чтобы ваш покупатель воспринимали ровно так, как вы хотели бы, чтобы они вас воспринимали? Ну, прежде всего, это делать то, что мы хотим, чтобы быть более осознанными. Мы магазин, и понятно, что мы тот хаб, куда покупатели приходят за упаковкой, за продуктами, и поставщики привозят свои товары. Поэтому мы хотим, и в том числе, да, мы та точка, которая производит отходы. Поэтому у нас уже пакеты с добавлением преработанного пластика, у нас есть корзины из преработанного пластика, у нас лампы из преработанного пластика. Мы с поставщиками делаем отдельную программу по переходу на более экологичную упаковку. У нас есть возможность отказаться от бумажного чека и сделать его электронным. То есть мы стараемся быть сами более осознанными, давать эти возможности нашим покупателям. Есть, ну, лояльность в вашем сегменте. Это одна из самых важных задач. Какими инструментами вы сейчас пользуетесь для того, чтобы максимально держать ваших покупателей в фокусе? И вот именно какими инструментами лояльности вы пользуетесь? Ну, вообще задача лояльности, и мы это называем долгосрочной лояльностью, это наш основной KPI в бизнесе, в бренде. Поэтому у нас есть программа лояльности, да, где мы на основе Big Data, у нас есть сегменты наших покупателей. Мы глубже и глубже понимаем, какие их потребности. У нас есть несколько архетипов или персон, да, которые мы понимаем отдельно. НПС, клиентский путь, чек, какие у них есть более, какие потребности, отдельных отрабатываем. Программа лояльности у нас есть уже до клиента, персонализация. Мы понимаем, что он хотим. Вместе с нашими уже партнерами, поставщиками делаем персональные офферы. В том числе в начале года мы запустили это в мобильном приложении, one-to-one, где клиент получает то, что он хочет, и приходит с этим в магазин. Мы хотим быть более близкими к нашим клиентам вместе с нашими поставщиками и давать ему то, что им нужно сейчас. Ну вот вы уже упомянули тему персонализации. Это такой достаточно модный тренд последнего времени. А действительно ли покупатели хотят этой персонализации? Вот сами покупатели, они как откликаются на те активности, которые вы предлагаете? Вы знаете, действительно хотят. Мы очень много, во-первых, общаемся с нашими покупателями. У нас есть отдельный продукт «Обратная связь», где мы по каждому нашему действию и продукту получаем отклик от наших клиентов. И мы видим, что на персонале оффера есть огромные отклики, люди получают ровно то, что они хотят. Это как раз не массовая барбардировка, а понимание потребности каждого и давание ему то, что нужно. Вот если говорить, все-таки перекресток – это супермаркет, да, и это ценности, которые вы предлагаете, но чуть-чуть шире, чем в других форматах. Но вот новые запросы покупателей, как вы их, во-первых, считываете, да, все-таки, они же иногда совсем незаметные, да, где-то вы их сами формируете. Но вот если сами покупатели приходят к каким-то новым запросам, как вы их считываете и как вы в итоге разворачиваете на большее количество магазинов? Действительно, вот как раз инструмент «Обратной связи» дает нам возможность понимать и чувствовать нашего клиента. Даже человек жалуется, это уже подарок для нас, мы понимаем, что что-то не так. Например, мы с нашими поставщиками изменили уже более 50 продуктов, мы улучшили рецептуру. И это очень важно, и для клиента мы улучшили, да, его ожидания, его боль, мы его сняли. И продукты стали лучше продаваться, какие-то товары мы даже выводим, потому что нам важно, чтобы наши клиенты были удовлетворены. Сейчас у нас на самом деле практически больше 90, а ценок больше 4, то есть почти 5, все наши товары хорошо скорятся. У нас уже более 7 миллионов оценок, уже мы используем этот канал «Обратной связи» уже второй год, и мы понимаем, что хотят клиенты. Также мы ввели, например, новые продукты, потому что клиенты нам пишут, говорят, что мы хотим, например, вот это нам не хватает, и в нескольких регионах мы ввели новые продукты. Вот для нас это инструмент как раз очень живой, где мы вместе с компанией меняемся и даем клиенту все, что он хочет. Вот тема цифровизации покупательского опыта. Вот сейчас они очень многие говорят, вы это активно, вот уже 7 миллионов там оценок, да. Вот если говорить именно о цифровизации, какие инструменты сейчас с вами все-таки используются, и как эти инструменты в дальнейшем вы планируете использовать для того, чтобы сохранять и лояльность, и развивать силу бренда. А вы знаете, сейчас есть запрос на удобство, и самое важное, чтобы нашему клиенту было удобно. Прийти ли в магазин, заказать ли доставку или клик-н-коллект. Клиент там не канален, он действительно живет и в телефоне, и везде. Поэтому для нашей задачи, чтобы было с нами удобно максимально в любом канале. У нас уже более 9 каналов, это и чаты, и телефон, и QR-коды. То есть можно заказать любым способом, мобильное приложение, то же самое. Для нас важно, чтобы клиенту было удобно. Если говорить о цифровизации вообще, понятно, например, в маркетинге у нас очень много маркетинга. Это система большой даты, да, в которой мы работаем. Это и работа с нашими клиентами, с персонализацией. То есть это пронизывает и внутренние наши сервисы, которые мы даем клиенту, и внешние, как клиент может к нам приходить, через какие каналы общаться. Ну и, наверное, такой финальный вопрос, он, наверное, больше общий к вам, как к человеку, которым маркетингом занимается многие годы. Вот сейчас инструментов маркетинга очень много. От чего-то надо отказываться или все-таки идти работать в каждом новом инструменте, находя какие-то новые вызовы и решая эти задачи? Вы знаете, как человек, работающий в маркетинге, и сейчас действительно очень много всего меняется, нужно все пробовать. Не попробуешь, не узнаешь, когда… Это то же самое об тестировании, да, нужно пробовать, смотреть, находить, возможно, какие-то синергии между несколькими инструментами, придумывать что-то самому. Но важно держать руку на пульсе, то самое любопытство смотреть и дальше уже решать. Спасибо большое. Такой небольшой у нас получился разговор сейчас про маркетинг. Успехов вам и вашей команде. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok